В этом году в Октябрьском районе Гродно зарегистрировали 325 киберпреступлений, из них было раскрыто 11%. Большая часть злоумышленников работали в недружественных странах, поэтому урока закона не смогла их настигнуть. Наиболее подвержены нападкам преступников лица в возрасте от 45 до 60 лет, отмечают в РУВД. Это порядка 170 граждан, из них 65 потерпевших оказались пенсионного возраста. Преступники звонят жертвам на мобильные телефоны и представляются сотрудниками банков или представителями Следственного комитета и правоохранительных органов. Под различными предлогами мошенники просят установить программное обеспечение с удаленным доступом к телефонам потерпевших, после чего они получают доступ к арт-счетам и переводят деньги, а также оформляют на потерпевших кредиты. Так, в ноябре у жительницы областного центра похитили 21 тысячу белорусских рублей. Ей позвонили на мобильный телефон с иностранного номера в мессенджере Вайбер, представились представителями Следственного комитета Республики Беларусь и сказали, что они расследуют уголовное дело, в ходе которого установлено, что данная гражданка осуществляет помощь вооруженным силам Украины и что у нее со дня на день пройдет обыск. Для того, чтобы это не случилось и в ходе обыска у нее ничего не изъялось, в том числе денежных средств, ей надо задекларировать денежные средства. У нее поинтересовали, сколько у нее имеется наличных денежных средств. На что она ответила? Потому что у нее находится в районе 10 тысяч рублей. Чтобы задекларировать деньги, женщину попросили установить программу под названием РУСДЭС, после чего злоумышленники перевели на свои счета все деньги и оформили онлайн-кредит на сумму в 11 тысяч рублей. Также мошенники могут использовать и другие личные данные потерпевших, открывать банковские счета, после включать их в свои схемы по выводу денег. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан внимательно следить за тем, кому и где они оставляют личную информацию, проверять подлинность банковских и других приложений, не раскрывать паспортных данных, номеров карт и прочего. Редактор субтитров А.Семкин